В эфире программа День города, в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Трагедия в Сасове. Муж зарезал жену и двоих детей и после покончил с собой. В области за сутки сгорели шесть автомобилей. Поделился секретом бодрости духа. Рязань посетил Николай Дроздов. Арбуз первого урожая стоит ли покупать и о чем надо помнить при выборе лакомства. В Рязани вновь на несколько дней перекроют движение по улице Грибоедова. Ограничение продлится с 8 часов вечера 21 июля до 23 июля и коснется участка уличной дорожной сети от улицы Липнихта до улицы Есенина. На время проведения работ будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены. В связи с перекрытием движения маршруты общественного транспорта будут изменены. Автолюбителям следует продумывать маршрут заранее. Напомним, на прошедшей неделе на указанном участке дороги уже велись ремонтные работы. В Сасовском районе возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства семьи. В одном из домов города обнаружены тела проживавших там 35-летней женщины, ее 37-летнего супруга и их двух малолетних сыновей 12 и 9 лет со множественными ранами. По предварительным данным, мужчина нанес супруге и детям множественные ножевые ранения, после чего покончил с собой. В пользу данной версии говорит и тот факт, что буквально умирая, женщина позвонила в скорую помощь и рассказала о том, что ножевые ранения ей нанес супруг, так же, как и ее детям. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В пятницу областной избирком зарегистрировал еще одного кандидата на пост губернатора Рязанской области. Им стал Александр Шерин, представляющий партию ЛДПР. Регистрация кандидатов в губернаторе Рязанской области в самом разгаре. 21 июля документы в избирательную комиссию подал лидер Рязанского отделения партии ЛДПР Александр Шерин. По закону сначала он должен был пройти муниципальный фильтр, то есть собрать 218 подписей муниципальных депутатов и глав. Сделать это необходимо не менее, чем в 22 городах и районах области. После подачи документов, правильность их заполнения в течение 10 дней проверит рабочая группа. После чего кандидат получит удостоверение и допуск к агитационной кампании. Планы – работать, общаться с людьми, посещать дебаты, распространять в законном порядке агитационную информацию. Ну и, соответственно, после выборов, чтобы у нас, у всех кандидатов, не было никаких причин для того, чтобы не пожать друг другу руки. Напомним, что Александр Шерин окончил Рязанский институт воздушно-десантных войск, а также Академию права и управления Минюста России по специальности юриспруденция. Он дважды становился депутатом Государственной думы Российской Федерации. В настоящее время занимает в ней пост первого заместителя председателя комитета по обороне. На выборы Александр Шерин идет с программой «Вперед, Рязань!». Мы хотим, чтобы Рязанская область не топталась на месте, а шла вперед в современных условиях, чтобы мы были для инвесторов привлекательными, чтобы мы были развивающимся, современным, интересным городом, чтобы ехали туристы и чтобы люди жили достойно. Напомним, что выборы губернатора Рязанской области состоятся 10 сентября. Свои кандидатуры, помимо Александра Шерина, на этот пост выдвинули временно исполняющие обязанности губернатора Николай Любимов, партия «Единая Россия», депутат Рязанской областной думы Сергей Пупков, партия «Справедливая Россия», лидер Рязанского отделения партии КПРФ Владимир Федоткин и руководитель регионального отделения партии «Роста» Александра Перехватова. Сразу шесть автомобилей сгорели в Рязанской области за одни сутки. Три из них в городе. Большинство возгораний произошли в ночное время. Об этом сообщили в МЧС. Произошел пожар по улице Чапаева в городе Рязани, в результате которого один автомобиль пострадал, поврежден, один автомобиль полностью сгорел. В ДТП на Ряжском шоссе в Рязани погиб человек. Авария произошла в четверг вечером. В кюветах оказались два автомобиля. Водитель «Лады Калина», совершая обгон, выехал навстречу, но, вернувшись в свою полосу, не справился с управлением и врезался в «Тойоту», которую управляла 22-летняя «Рязанка». От столкновения оба автомобиля совершили опрокидывание в кюветы. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Лады Калина» от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Второму участнику автоаварии понадобилась медицинская помощь. В пятницу ДТП произошло на проезде Яблочково. В аварии с участием маршрутки и автомобиля «Рено Логан» пострадали женщина и несовершеннолетняя девушка. У водителя легковушки обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель автомобиля «Рено» при совершении поворота налево не предоставил преимущества проезда маршрутному транспортному средству, в результате чего произошло столкновение. В происшествии травму получили пассажир автомобиля «Рено» и ехавшая в маршрутном транспортном средстве 17-летняя девушка. И вновь археологи бьют тревогу, пока рабочие пытаются успеть завершить ремонт на Кремлевском валу в срок. Историки переживают за сохранность культурного слоя, ведь это исторический центр города. Ремонтные работы на Кремлевском валу идут с начала июля и продолжаются по сей день. Срезано уже несколько тонн асфальта. А под ним дорожников ждал сюрприз – брусчатка 19 века. Правда, обращаются с ней как с обычным грунтом. Сама территория, на которой ведутся ремонтные работы – это ров древнего города Переславля-Рязанского. Согласно постановлению Министерства культуры, с 2013 года это место объявлено выверенным объектом археологического наследия. Любые работы должны проводиться под наблюдением археологов, но сейчас этого не происходит. Ближайшие к месту ремонта раскопки находятся более чем в 100 метрах, и они с работами никак не связаны. Там как раз и трудится научный сотрудник Рязанского музея-заповедника Василий Судаков. Он рассказал, что проводились раскопки именно на самой территории Острога, который немного выше Кремлевского вала. Археологами, помимо предметов быта, были найдены остатки Московской улицы, которая вела от Кремля к Московской подъездной башне. Получается, что и во время дорожных работ можно было бы совершить много важных открытий. Понятно, что вот аварийные работы, аварийные работы, но, конечно, это тоже не делает и не выходит. Просто мы очередную частичку истории просто уничтожили. Для археологов важен также и грунт, а точнее слои его залегания. По ним можно куда точнее рассказать об истории нашего города. Уже когда экскаватором вынут слой, он уже свою информативность почти теряет, ну я считаю, где-то 90-95%. Потому что для нас важно не просто взять эту землю, перебрать, да, что-то найдется. В основном это будет керамика, там и кости, может быть какие-то интересные предметы, даже что-то может очень интересно. Но для нас главное не просто собрать отдельные предметы, для нас собрать нужны информации. А остается самый главный вопрос, как повлияли бы археологи на скорость дорожных работ. Ведь асфальт провалился еще в начале июля, и ремонт пришлось делать оперативно. Я бы не сказал, что она очень много замедлила. Это, конечно, единственное только финансово затратное, потому что, ну, соответственно, нужно проводить работу. То есть смотреть, фиксировать, зарисовывать, фотографировать, отбирать какие-то материалы. Василий Судаков рассказал, что такие работы не требуют постоянного вмешательства археологов. Землю раскапывают только в тех местах, где была старая траншея. Поэтому простого присутствия археологов было бы достаточно. Они бы делали необходимые фотографии и пометки. Учитывая крайнюю скудность письменности по истории Переславля-Рязанского, любые археологические исследования могут нести в себя важную историческую информацию. Сейчас часть исторического пласта утеряна навсегда. Теперь мы ждем комментариев от начальника государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Сегодня верующие отмечают праздник – День явления Казанской иконы Божьей Матери. Праздник, которому больше трех с половиной сотен лет. Для верующих рязанцев дата особо чтимая. Это престольный праздник Казанского женского монастыря. Казанский образ – самый любимый в России среди всей иконографии Богородицы. Это один из самых почитаемых образов Божьей Матери на русской земле. Он был обретен чудесным образом в городе Казани. И как раз летняя память этого праздника посвящена именно обретению иконы, которую нашла маленькая девочка, ей явилась Богородица, и указала место, где можно найти эту икону. И когда обрели ее, то через этот святой образ было много явлено чудес, много людей исцелились от своих недугов. До начала сезона сбора бахчевых еще месяца, а в Рязани уже вовсю продают ранние арбузы. Вдоль городских дорог и на рынках появились арбузные развалы. Однако бытует мнение, что арбузы и дыни не следует покупать ранее второй половины августа. Так ли это на самом деле и что следует помнить при выборе этого лакомства, выяснял Валерий Седов. В Рязани стартовал сезон продажи бахчевых. На улицах появляются все больше палаток с арбузами и дынями. Но зеленая ягода вызывает подозрения у обычных обывателей. Арбуз очень любит солнце, а оно за все лето появляется не слишком часто. Если арбузы покупать рано, то есть вероятность нарваться на недозревший плод. То есть там не будет никакой абсолютно пользы для здоровья. Никакой не получите, получите вред. Чтобы ускорить созревание, увеличить массу плодов, недобросовестные производители могут превысить дозу стимуляторов роста и минеральных удобрений. Порой прибегают и к химии, добавляют нитраты. Это может привести к пищевому отравлению. Если в арбуз добавить разные химические добавки, то можно попросту испортить полезность этих ягод. В любом случае не стоит съедать мякоть у корки. Самое вкусное и полезное у арбуза – это середина. Эта ягода богата простыми сахарами, там очень много фруктозы, она сладкая, спелая, большое количество клетчатки, большое количество магния, витамина, витамина С. То есть она сама по себе очень приятна на вкус, быстрое насыщение вызывает. Арбуз на 80% состоит из воды, поэтому он прекрасно утоляет и жажду, и голод. Шукруло работает на рынке больше 15 лет. И в арбузах он разбирается прекрасно. Продавец поделился основными советами, как его правильно выбирать. Вот, например, я убираю по звуку. Не слишком звонкий, но и не глухой. Такой средний, чтобы. А то, если слишком звонкий, они уже розовый. А глухой звук тоже уже перезревший. Надо вот между ними такой, чтобы точно. Точно. Вот, например, вот это то, что надо. Ну, вот некоторые, чтобы по хвосту смотрят. Если сухой, значит, готовый уже, зрели. А если, например, зеленый, что это уже готовый. Как? Еще не зрели. На прилавке арбузы из Казахстана и Краснодара. Каждому завозу есть специальный сертификат. К тому же на рынке есть лаборатория, в которой каждую неделю проверяют эти вкусные ягоды. С диетологом Шукруло согласен. Нужно чуть-чуть подождать. Вот, например, вчера я домой везал. Он хороший, он красный, сладкий. Но еще не так, чтобы сахарный. Наверное, еще недельку есть время. Через неделю еще получше будет. То есть вот в начале августа уже можно покупать? Это самое то. Потерпеть несколько недель или целый месяц – это выбор каждого. Главное помните, купленные арбузы не дозревают. Если уж покупать, то только самый лучший. Руководствуясь советами продавца, мы выбрали себе арбуз. И теперь попробуем его. Очень даже вкусно. В пятницу Рязань посетил известный телеведущий Николай Дроздов. Легендарный автор программы «В мире животных» сегодня ответил на вопросы всех, кто пришел на встречу. Но мало кто знает, что сам он не раз бывал в Рязани. И даже несколько лет работал в Рыбновском районе. Ирина Ковалева продолжит. Кто бы мог подумать, что в пятницу утром такое количество людей соберется на встречу с известным телеведущим, профессором МГУ, ученым-зоологом и зоогеографом Николаем Дроздовым. Однако еще за полчаса до его приезда все предназначенные для гостей места были заняты. Пришли сюда не только люди старшего поколения и среднего возраста, но и молодежь. Все они знают, уважают, любят Николая Дроздова и, конечно же, не могли упустить возможности пообщаться со своим кумиром. Причем многие приехали для этого из области. Кораблино. Специально на встречу с Николаем Николаевичем. Он у нас был несколько лет назад. И вот решили еще раз приехать. У нас даже сохранилась фотография с его автографом. Вот решили обновить. Обязательно книгу на память. Вообще очень интересный человек. Интересная у него биография. Я с детства смотрел «В мире животных» по первому каналу «Остаться в живых». И вообще Николай Николаевич является своего рода моим кумиром. Что он показывает, как правильно нужно жить, как относиться к жизни. Ну и вообще интересно с ним было бы пообщаться. К моменту приезда Николая Николаевича нетерпеливые рязанцы вышли из зала, где должна была проходить презентация его книги. И встречали почетного гостя у входа в книжный магазин. Не хватало, пожалуй, только хлеба-соли. Я счастлива быть в Рязани. Известный ведущий задерживаться не стал и сразу же прошел к месту презентации. Правда, получилась не совсем презентация. О книгах собравшиеся не услышали ни слова. Зато Николай Николаевич порадовал рязанцев забавными историями. Например, рассказал о том, как должен был начинаться известный и любимый всеми фильм «Операция Иль». Гайдай такой придумал. Начало, но это очаровательный совершенно. Но худсовет залезал. Но я доношу до вас, как-то зашли бы легче, чем те времена. Очень строгие были худсоветы. Значит, забор. Вдоль забора идет сначала бывалый. Моргунов, он говорит, здорово, и идет. И, значит, берет то ли у него есть кусок мела, да, берет и букву «Х», а латинский «Х» пишет на заборе. И идет с тобой уверенность. Тут подбегает Николина. Кого у нас такой? Болван, да? И рядом с «Х» пишет «Игрик», да? Две буквы латинского файла. И как «И» убегает. Тут появляется трус Вицин, да? Вот так что-то без него оглядывается, оглядывается. Смотрит милиционер идет. Пишет «Дожественный фильм». После увлекательных и забавных рассказов собравшиеся гости начали задавать вопросы. Практически всех интересовало, как 80-летнему телеведущему в своем весьма солидном возрасте удается оставаться таким бодрым. Секреты из этого Николай Дроздов не делает. Он считает, что главный враг здоровья – это лень. Борьба с ленью постоянная. Вот не хочется утром выйти на улицу, идите. Не хочется делать заявку, делайте. Дело в том, что удовлетворение приходит сразу после того, как вы с этим поборетесь, и сделаете заявку. Надо уметь самому себе давать пинок под зад. А еще Николай Николаевич поделился с присутствующими великолепной диетой, при которой каждый день теряешь полкило. При этом есть можно сколько угодно, не ограничивая себя. Но рацион должен состоять только из семи продуктов. Огурцы. Ну, это песня. Можно одним огурцами питаться. Правда? Пар, завтрак, все так скажем. Листовой салат. Капуста. Да, ну, блин, прям можно есть, есть одну капусту, не уж когда, так скажем же, вот с огурцами капуста, с огурцами, да еще салатик. И потом есть, это три уже, да, правильно? Зеленый болгарский перец, знаете, да? Ну, уже какой, четвертый, зеленый болгарский перец. А вы знаете желтый болгарский перец? У него другой вкус, это другой продукт. Желтый болгарский перец. А вы видите, оранжевый болгарский перец. Шестой продукт. И седьмой, самый-самый вкусный, красный болгарский перец. Ну, а вы, муа. Кстати, родители Николая Николаевича были родом из Рязани. Правда, об этом сам Дроздов не упомянул. Зато представители библиотеки имени Горького не применули поделиться с присутствующими этой информацией. Николай Николаевич очень скромный человек. Он почетный житель Рязанской области. Принадлежит древнему роду фонд рейлингов, которые проживали два поколения на Рязанской земле. Николаю Дроздову было подарено множество подарков. В том числе, один из его почитателей вручил ему сову, которую отпечатал на 3D-принтере. Символ мудрости. Это как раз то, что мне нужно. Потому что, вы знаете, мудрость приходит с возрастом. Но иногда, как в моем случае, возраст приходит один. А еще Николай Дроздов отметил, что не любит давать автографы, а дарит только пожелания. Я очень человек православный. И, понимаешь, это Грек Гарден, что моя закорючка, кому-то что-то значит. На моей книге, ну, закорючка же, понимаете. А если я, например, распишусь хотя бы на счастье, значит, это уже пожелания. По всей видимости, именно за пожеланиями и выстроились все присутствующие по окончании встречи. Желающих было огромное количество, а вот времени не так много. Но кто не успел, тот наверняка дождется следующего приезда Николая Дроздова. И на этом у меня все. Новости вы также можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока, хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры сделал DimaTorzok